здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня поговорим о музыке а точнее о том что можно научиться музыке причем музыки самые разные в том числе и классической и сделать это можно прямо здесь городском округе люберцы потому что масса талантливых людей и я представляю сегодня в студии директора детской музыкальной школы номер два городского округа люберцы певицу лауреата всероссийских и международных конкурсов татьяну матвееву здравствуйте татьяна здравствуйте музыка певица творчество как же вы стали директором детской музыкальной школы ну вот видите такая жизнь непредсказуемая я сама закончила эту музыкальную школу свое время детскую музыкальную школу номер два то есть маленьким ребенка я туда пришла и в общем даже помню какую песню я пела когда поступала потому что нужно было спеть ну кстати вот при поступлении даже могу сейчас тоже об этом сказать у нас творческий конкурс и я его тоже выдерживала то есть конечно же что важно для человека который идет музыкальную школу это конечно природный слух наличие слуха чувство ритма и может быть музыкальная память но самое главное слух потому что если со слухом какие-то проблемы то музыкой заниматься будет трудно трудно можно но трудно да но это уже в караоке лучше просто есть люди которые в любом возрасте они считают что они умеют петь вижу такие но это вообще разговор достаточно длинный любое дело каждый человек может серьезное дело подумать что можно сделать раз и все на самом деле пение как и любое не знаю как изучение английского языка или например танцевальные навыки какие-то это тоже целая система упражнений умение выразительно себя держать и свободно работа и не учеба это да это тоже учеба поэтому хорошо петь тоже не просто а какая песня то у вас было на поступление пусть бегут неуклюже пешеходы в косичках были на ее до косички но образу что должен быть не конечно да но в общем нужно при поступлении музыкальную школу во-первых сантонировать несколько нот ну то есть на фортепьяно дается высота различная до для человека и нужно именно эту высоту например спеть если человеку дает ноту ля он должен спеть для снг куда-нибудь не туда знаю я пойду да я вместо определенной высоты он другой берет высоту тут уже вот начинается сомнение хороший слух или нет хороший слух он сразу высоту фиксирует это вот звуковой еще два слова мы сейчас будем говорить о том чему именно учат школы это очень важно музыкальная школа потому что сегодня масса у нас вариантов музыки и популярность современной вплоть до рэп потому что это тоже музыка я называю музыка слов конечно же классическая музыка безусловно которая от нас никуда не ушла и мне кажется что ее нужно продвигать и правильно понимать и ощущает да потому что она очень помогает даже на уровне человеческого психологического здоровья в наше вот такое сложное время но тем не менее есть такое понятие стопроцентный слух или нет я вот сюда конечно стопроцентный слух это вообще редкость это называется абсолютный слух то есть слух бывает относительный и абсолютный что такое относительно то есть можно например какую-то высоту сначала дать потом относительно нее другие определять ноты а есть люди которые слышат изначально вот ту ноту который нужен нажимает например на клавишах и ее могут назвать например фа вот я например мне у него такого нет слуха но это единицы это единица с абсолютным слухом хорошо и намного легче учиться потому что они слышат вообще всю любую неправильную ноту они и естественно не играют с другой стороны они слышат любую неправильно им тяжело жить потому что они как только где-то неправильно очень тяжело шить а сколько в среднем ну вот музыкант нормальный которого нет стопроцентного слуха но он считается профессиональным классическим музыкантом сколько это процентов слуха должно быть или это так не считаются как нет ну в процентах я мне сложно сказать но просто чем точнее человек воспроизводит высоту которую слышит голосом хотя бы тем лучше значит у него острый хороший слух а если он около этой высоты совершенно в других местах бродит и пытается приблизиться к тому что он услышал долго значит этот слух но не очень хороший и вот так как у нас все-таки муниципальные учреждения дополнительного образования это бюджетная организация у нас есть определенное количество мест бюджетных естественно предпочтение людям которые с наиболее хорошим слухом все-таки то есть лога синг какой-то штука конкурс для начала например у нас есть разные отделения музыкальной школе это самое многочисленное это фортепиано отделение вот вы говорили про классическое образование это как бы фортепиано это основа все классического образования многих представления о том что если можно будет научиться на фортепиано как бы вот этого достаточно вообще в жизни для более полного такого культурного приобщения к музыке вот но в какой-то степени да вот но естественно человек который играет на фортепиано он тоже различные краски получает для своего самовыражения но есть еще масса интересных инструментов например народные инструменты это вот ну казалось бы балалайка это три струны но каждый звук красивый извлеченный из этого инструмента это он настолько может тронуть душу что это даже вот трудно передать то есть это тоже своеобразный такой какой-то для человека эмоциональное воздействие от этого инструмента или добра баян аккордеон услышав эти инструменты можно вообще нарисовать различные картины себе мы потом это же наверное если мы говорим о народных инструментах это еще какая-то общая наша народная память она присутствует вообще наша культура то есть есть музыкальный говорить о значимости нашей культуры например за рубежом прежде всего естественно классическая музыка да почему она важна потому что мы можем конкурировать с зарубежными исполнителями обмениваться вот этим музыкальным опытом за рубежом например рэп на русском языке вряд ли там будет какое-то значение иметь для того чтобы там там тоже это раз долго переводить долго переводить нужно знать язык также как и пение например классическое пение это мировой репертуар то есть там есть есть русская конечно музыка который тоже интересно вот я могу даже при прийти пример я был в вене в знаменитом оперном театре там давали чайковского причем что забавно там написано именно евгений петр ильич чайковский на английском языке вот и там были актеры прибалтийские рижская была певица санкт-петербург играл онегина парень пел наш на русском языке и так интересно вот вся же опера на русском языке поются на языке подлинники и вот кто-то поет идеально кто-то поет хуже а кто-то совсем с трудом выговаривать какая-то такая даже гордость присутствует что они аж и смотришь ве и это знаменитая музыка то есть музыка еще это и связь со всем едини от коньян классическая музыка однозначно объединяет вот народная музыка это вообще интерес как бы ты наш эксклюзив от нашей школы тоже и я ездила кстати в вену в австрию как раз с музыкантами с народными мы участвовали в конкурсе венские грезы вот и поехали туда на пять дней и в общем это было конечно непередаваемо порвали зал но мы не то чтобы порвали мог баяны свои чуть не порвали от того что нам хотелось конечно что произвело впечатление лауреатов да очень в жюри были австрийцы были немцы и поэтому в общем-то был интерес им интересно нас слушать но там были и из других стран люди то есть это международный конкурс обмен культуре но от вернемся к школе и вот здесь очень важный момент что огромный такой городской округ люберцы и хочется да чтобы у нас был оркестр классические такой огромный какой-то большой дарки народных инструментов и так далее охотно сегодня идут приводят родители в школу детей и давайте мы еще более точно расскажем о тех отделениях или направлениях работы да конечно ну вот сейчас уже весна и после 15 апреля к нам будут подавать заявление для того чтобы поступить музыкально уже можно после 15 апреля 15 апреля да а надо как правило делать через портал госуслуг сейчас все вот это компьютеризировано а в мае у нас будут творческие испытания то есть это где-то с 15 мая по конец мая мы приглашаем тех кто подает к нам вот эти заявления для того чтобы во первых понять на какое отделение больше людей и до перечислить отделение нас есть фортепианное отделение есть отделение народных инструментов есть вокально-хоровое отделение академического вокала отделение эстрадного вокала и отделение эстрадных инструментов ну то есть практически весь спектр востребованы сегодня есть да ну вот у нас нет инструментов симфонического оркестра в нашей школе мы может быть об этом будем думать тоже очень душно фаготе не получится сыграть ну вот пока пока да ну мы хотели бы но это не совсем от нас зависих али до начала до в этой школе уже были традиции определенные поэтому мы как бы продолжим этим традициям да но у нас прекрасный оркестр народных инструментов русский лад если говорить об оркестре поэтому те кто учится на отделение народных инструментов это балалайка домра аккордеон баян гитара они ребята занимаются в этом оркестре но не с первого года первый год сложно а вообще оркестр вот вы говорите это очень сложный такой организм он состоит там как правило ну например 35 человек в оркестре на различных инструментах есть там партии балалайк партии домр есть ударные инструменты в общем много чего есть но для этого должны слаженно все эти группы играть партитуру то есть руководить руководителя оркестра нас валерий калинин выпускник гнесинский академии гнесиных сам виртуоз балалайшник и плюс вот он пишет сам вот эти партии аранжировки он сочиняет вот эту музыку для того чтобы каждая группа могла сыграть и все это и превратилась до в какое-то произведение единое потом в чем еще сложность этого оркестра в нем например играют выпускники старших классов ребята а те которые маленькие только пришли они еще немножко там научились играть они должны тоже сюда прийти но это должно все звучать профессионально то есть музыка должна быть никто не будет делать какие-то скидки на то что это вот первоклассник допустим а это выпускник и поэтому конечно от руководителя оркестра зависит насколько он напишет вот этому человеку партию по силам этот сыграет то есть это вообще знаете зависит очень серьезная история да ну потом еще вот что это не профессиональный оркестр профессиональный оркестр это сидят люди которые сюда приходят на работу они учат свои партии это стабильно там здесь мы этих выпустили 8 человек новых берем и вы знаете это вот всегда бывает вот сейчас там оркестр у нас разучил такое сложное произведение ну помимо того что они играют народную музыку то есть доль по улице метелица калинка светит месяц выучили чардаш монти который скрипичное произведение то есть но это тоже кстати практикуется на народных инструментах например скрипка и балалайка но на балалайке можно сыграть поганини там да вот просто вам договорить о том что вот это произведение насколько сложно это все выучить и потом держать этот репертуар то есть понятно сейчас сделаем небольшую паузу напомню что нас в гостях директор детской музыкальной школы номер два городского круга люберцы а певица уряд всероссийских и международных конкурсов большой специалист по музыкальным вопросам татьяна матвеева вернемся в студию буквально через некоторое время напомню что эта программа открытый диалог и у нас гостях сегодня директор детской музыкальной школы номер два городского округа люберцы певица лауреат всероссийских и международных конкурсов татьяна матвеева и так мы остановились на оркестре и это понятно да кто-то уходит кто-то приходит надо держать марку сегодня востребованы понятно и пение тоже и репертуар скажем так эстрадный ну кажется господи спели там певицы или певцы песню и да и я буду петь но все-таки вот насколько я понимаю классическое образование музыкальное еще интересно тем что она очень серьезно заполняет ту нишу которая отсутствует у всех тех кто ну не связан с этим да то есть умение понимать звуки понимать как-то мир по-иному вот что в вашей школе помимо собственно говоря инструментального подхода вот это страшное слово сальфеджио да вот как он еще не обучение происходит школы тем она отличается от кружка например в которой можно приходить по своему желанию и как-то вот играть свободно да там строить свои занятия вот у нас есть система конечно система дополнительного образования но же годами сложилось то есть это определенные уровни у нас например есть предпрофессиональные программы которые кстати не так давно существуют но это вообще направлены на то чтобы человек все-таки выбрал профессии музыку и это более сложные программы там труднее задания но это нужно тоже когда человек поступает понимать он он сам иногда не понимает насколько ему нужна будет музыка но наша задача увидеть все-таки наиболее одаренных талантливых ребят порекомендовать им вот это еще есть общеразвивающие программы которые тоже построены на системе то есть это четырех пятилетние программы раньше они были 5 7 летними но сейчас вот пятилетние максимально это тоже программы которые построены там есть первый класс сдаются экзамены зачеты есть определенный уровень который должен быть концу окончания например первого класса 2 3 и тем более выпускные экзамены на все как вот в школах то есть естественно человек занимается он должен выполнять помимо того что преподаватель с ним занимается в школе ну это как правило индивидуальные занятия есть групповые занятия которые теоретические дисциплины это ну и хор наверно тоже должен заниматься да да но дается задание направлении человеку там допустим преподаватель за те там 40 45 минут может показать как правильно допустим держать руку как правильно взять звук вокальный но дома он должен отработать это это ежедневные занятия это труд тогда только появляется результат и некоторые например поступаю музыкальную школу они до конца не понимают что придется трудиться то есть тогда только можно приобрести какую-то свободу технику причем это не просто техника допустим овладение как перебирать пальцами тут масса составляющих то есть помимо технических задач существует понятие передать эмоцию какую то есть если играется какая-то фраза на фортепиано буквально даже несколько нот это фразировка то есть допустим есть какие-то выразительные ударение смысловые как вот так же как мы и говорим также в музыке и самое главное вот эта выразительность которую нужно стремиться с первых занятий то есть нельзя просто приходить и играть нужно все время понимать что музыка это средство общения то есть любая спетая фраза сыгранная она должна полететь вперед к тому кому она направлена естественно от себя и она должна вот проникнуть самому человеку в сердце тому который играет и обратиться к тому слушателю который находится рядом только тогда получается магия вот это вот это настоящее искусство тогда но вот сейчас мы понимаем прекрасно что смотрят папы мамы бабушки дедушки это всегда сложно мы тоже были детьми и думаю что немногие мечтали пойти в музыкальную школу и прям хотели это делать с другой стороны действительно человек часто не осознает что у него есть талант вот как правильно детям попытаться не детям а родителям привести детей к вам в школу а там как начать сближение друг с другом но как правило все таки это передается но какие-то дети понимают что их тянет к музыке как правило все таки это от родителей тоже идет есть тоже годами сложившиеся какие-то семейные традиции все равно любовь к музыке и в нашей стране в других она она очень большая то что человек понимает что эмоциональное какое-то воздействие на него музыка может производить она дает удовольствие она дает радость она помогает даже какую-то печаль пережить так чтобы потом к чему-то светлому то есть в общем это целая система как как правило родители решают все таки привести ребенка но и они тоже просят кто-то но потом уже наша задача увлечь этих детей которые к нам пришли этой музыкой и сделать не наше занятие не такими чтобы они были в тягость чтобы это была какая-то рутина а уметь подойти к каждому ребенку так чтобы он хотел дальше заниматься трудиться и понимал результат давайте сейчас механизм распишем вот самого начала с какого возраста вы принимаете мы принимаем семи лет семи лет а значит надо зайти на сайт да да есть такой портал госуслуг и сейчас вообще вот в этом году в прошлом году появилась система навигатор дополнительного образования то есть можно например московской области можно набрать навигатор дополнительного образования московской области в интернете и найти городской округ люберцы и например нашу детскую музыкальную школу номер два и там есть наш программа до весь спектр там наши преподаватели то чему можно научиться на всех отделениях достаточно подробно рассказано но это для такого первого знакомства потом подается заявлением нашу школу тоже через портал госуслуг мы принимаем и приглашаем детей на фортепьяной отделение вот про который я говорил как правило много очень желающих потому что ну все все знают что такое фортепьяно народные инструменты мы просто каждого человека очень ждем потому что ну конечно время такое электронная много музыки которую мы слышим и с экранов телевизор и вокруг очень но конечно такой новой музыки народный инструмент но другие страна народных инструментах тоже у есть такие индивидуалы которые превращают народные инструменты прям ну да да есть таки асовременнее есть да естественно это тоже есть но для этого все равно нужна база такая классическая что потом что-то получилось интересное поэтому конечно для нас вот те кто на народное отделение это просто мы даже если они пришли например очень много пианистов пришло есть желающие но нет столько мест на фортепиано и мы начинаем рассказывать ребятам или родителям про народные инструменты приходят преподаватели на вступительный экзамен они могут показать инструмент они могут на нем сыграть это очень важно конечно для нас поддерживать наше народное искусство это хорошо есть еще вокально-хоровое вот я как раз агапе очень важно то есть есть солисты это тоже для этого все-таки для того что поступить на вокальное отделение должны быть природные голосовые данные то есть бывает у человека от природы сиплый голос например ну и ничего с ними тоже да очень тяжело будет плюс если если слух еще не совсем то это разве только шансон нет но вообще правильными занятиями вокала можно сделать голос более звонким более полетным но просто чем лучше от природы одарен человек тем естественнее у него меньше уйдет времени на то чтобы преодолеть какие-то вот эти сложности будут большие успехи вот у кого-то есть такой небольшой голос до силу звука голоса можно развивать но вот конечно еще есть окраска голоса от природы вот это дается каждому индивидуально называется тембр вот и конечно те кто поступает на вокально мы смотрим на вот эти природные данные так как тоже мест не очень много поэтому смотрим наиболее одаренных от природы голосовых голосовыми данными детей но я тут хочу обратить внимание что понятно что когда родители совсем с этим не связаны но понимают что вот ребенок надо дать музыкальную школу для для образования для общего образования как у нас принято говорить с другой стороны если действительно преподавательский состав замечать какой-то талант мы же знаем что это профессия когда мы ходим на какой-то концерт в конце концов можно начать с классической музыки и вырасти в какого-то известного эстрадного исполнителя можно стать известным музыкантом ездить по всему миру со своим инструментом и приглашать и участвовать ну то есть эта жизнь просто я с некоторыми знакомы ты жизнь просто но она сумасшедшая она просто невероятная какая-то да а все начиналось вот с каких-то таких ну просто там с папа с мамой куда-то отдали и так далее я даже знаю что вы тоже учились как это мы все учились понемногу чему нибудь и как-нибудь я знаю что вы даже пересекались из киркоровым и сагузарова это правда да да где же это произошло с киркоровым музыкальном училище имени конейсиных тоже как-то так но мы на разных отделениях учились я тогда училась на фортепианном отделение не было мое первое образование он учился на отделении музыкальной комедии ну там у нас был общий буфеты где мы могли просто повстречаться вот ну то есть этого яркого парня я запомнил уж образование то всем нужно правильно да да потом да я закончила фортепианное отделение поступил на вокальное отделение но его экстерном за два года прошла вы палитого иванова туда мы поступали жанна гузарова вместе она уже пришла с ансамблем браво тогда вот и тоже там проходили актерское мастерство вокал в ансамбле кстати даже вместе пели но это это обязательная дисциплины образование потом я поступила в академию гнессиных и еще закончила ассистентуру стажировку уже на вокальном отделении где вот всероссийские международные конкурсы где вас судьба мы уже слышали что вы вене ездили вместе с ансамблем я кстати там тоже принимал участие как певица то просто раз уже поехали в 7 такой небольшой компании правда мы были преподаватели учащиеся народного отделения мои вокалисты поехали не можно было как профи принимать участие то есть как преподаватель как взрослый человек и я там тоже стал лауреатом первой степени ухты и кстати знаете какую песню пела дорогой длинную а потому что даже я услышала в исполнении французской певицы патрисий касс решали знаврую да но они они поют со своим акцентом с таким с небольшим наехали на тройке с бубен со но это тоже вот как вы говорите знаешь вот пожалуйста народная музыка которая сработает как и коллеги это калинку малинку они знают естественно тоже это точно у нас остается совсем немного времени ведь какой замечательный профессионально участвовал в конкурсе ветер победы на тика на телеканале звезда это патриотический конкурс вышла в финал я пела давай закурим товарищ по одной то есть я очень люблю старинные романсы я люблю песни прошлых лет я принимал участие во многих фестивалях в крокус сити холли фестиваль это было недавно это было давно где принимая в общем я думаю что наши родители потенциальных учащихся поняли что срочно после 15 апреля оформляем документы идем в школу потому что вы поняли да на фортепиано если есть желание как можно быстрее надо об этом подумать вот ну и конечно же если вы хотите быть эксклюзивом или чтобы ваш ребенок был эксклюзивом с точки зрения музыки а возможно это станет его профессии посмотрите может действительно или пойти на народные инструменты ну и пение тоже попробуйте может быть и классическая потому что мы же знаем сколько зарабатывают исполнители классической музыки вам не снилось да вот так что вот такая история огромного спасибо татьяна ваш последняя фраза для всех наших люберчан кто вот хотел бы привести своих детей вашу детскую музыкальную школу ну во первых мы всех ждем потому что для этого наша музыкальная школа существует существует но я даже его называю нашим домом музыки поэтому приходите к нам мы будем любить музыку вместе а я бы еще добавил споемте друзья до конца прямой истории директор детской музыкальной школы номер два городского округа люберцы певицы лауре от всероссийских и международных конкурсов участника телевизии участница телевизионных конкурсов татьяна матвеева была гостью нашей сегодняшней программы ну а вы подумайте выберите себе направление для ваших детей пусть дети внимательно посмотрят и приходите и становитесь учащимися детской музыкальной школы номер два с вами был николай пивненко до свидания а